Михаил Михайлович, добрый вечер. Да, приветствую. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, рад Вас слышать и видеть. Вы знаете, я хотел бы спросить у Вас в начале нашей беседы, нет ли у Вас ощущения, что финишная прямая до выборов президента в Соединенных Штатах Америки все-таки является и своеобразной финишной прямой большой войны? Есть, абсолютно есть такое ощущение. Я там хочу добавить, что еще будет чуть менее значимо, но совершенно тоже важно это выборы в Германии в следующем году. Будет тоже обязательная добавка к этому. А так, безусловно, и то, что сегодня президент Зеленский в США будет обсуждать, видимо, в самое ближайшее время все эти ключевые вопросы, мне кажется, что наступает эта финишная прямая. Теперь давайте обсудим подробности плана Зеленского, плана победы Зеленского, который включает в себя четыре основных пункта. Первый – это разрешение на удары дальнобойными американскими, британскими, желательно, конечно, и немецкими ракетами по территории России. Второе – всеобъемлющая финансовая помощь. Третье – гарантии НАТО. Если даже НАТО не примет Украину в свой состав, то хотя бы гарантии на уровне Израиля, как я понимаю. И там еще четвертый пункт есть, я сейчас даже не берусь вспомнить. То есть, это то, что просачивается. Это восстановление, восстановление разрушения. Да, да. Что вы думаете об этом плане? Реалистичен ли он и пойдут ли на него американцы и вообще Объединенный Запад? Я думаю, что пойдут. Вопрос, конечно, будет в точности того, что ожидают Украина и президент Зеленский, но то, что, я думаю, все четыре пункта будут исполнены, у меня не вызывает сомнений. Ну, первое – по ракетам дальние действия. Но здесь уже просто, так сказать, люди, наверное, все понимают, что это война, полномасштабная война. Есть две страны, воюющие две страны. С одной стороны, как бы то, что хочет Путин, что ей разрешено делать все, даже, так сказать, растаптывать международные нормы ведения боевых действий. А с другой стороны, не разрешают, так сказать, половину от того, что она была бы использована. Поэтому я думаю, что украинские руководители и послы разного уровня убеждают Запад в течение всех лет, значит, этой агрессивной войны, что давайте мы выровняем это как эта ситуация. Война есть война, что можно все делать и одной стране, и другой стране в рамках тех норм, которые конвенции определяют. Поэтому я думаю, что уже, ну, и видно из заявлений западных лидеров, что они готовы к принятию такого решения. Конечно, администрация Байдена боится. И все эти годы задержки по поставкам были. Ну, там, помимо еще внутренних споров с республиканской партией и с Трампом непосредственно. Но задержки всегда были, поскольку видно, что администрация Байдена очень боится сильно, сильно раздражать Путина. Боится, что, так сказать, он будет непредсказуемым и там боятся ядерной кнопки. Но уже на протяжении этих трех лет, мне кажется, что уже достаточно аргумента было приведено для того, чтобы сделать вывод, что Путин не будет применять ядерное оружие. Он боится это сделать. Потому что боится ответа в отношении себя и своей команды. Неделю назад мы встречались с вашим коллегой, бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. И он сделал сенсационное заявление в нашем интервью. Он сказал, что я бы на месте Объединенного Запада дал бы, конечно, разрешение на применение всех видов вооружений. Я бы принял бы незамедлительно Украину в НАТО, и я бы дал на восстановление Украине 500 миллиардов долларов, триллион долларов, сказал Борис Джонсон. Сколько угодно столько и дал бы. Что вы об этом думаете? Ну, конечно, это просто говорить, когда ты находишься на посту руководителя и не несешь большой ответственности за сказанное. Но потенциальный подход, я считаю, что он правильный. Я тоже об этом говорю. Что если Запад и все демократически настроенные силы, включая все российские демократически настроенные силы, если мы все считаем, что у нас должна закончиться победа и Украина, и агрессор должен быть остановлен и полностью, так сказать, посажен в свое место, значит, то, конечно, нужно обеспечить эту победу. Она может быть обеспечена только увеличением помощи Украине. У Украины людского ресурса меньше, чем у России, значит, нужно сделать больше вооружений, чтобы было превосходство вооружения. И поэтому эта помощь должна быть увеличенной. Не просто там на 10%, а в два раза. И тогда и война на истощение, которую бьет Путин, он не сможет дальше больше вести. Больше года он уже дальше не выдержит, если ему придется выравнивать уровень своих расходов. У него проблемы уже сейчас, при нынешних расходах проблемы с финансами. Поэтому, безусловно, есть совершенно понятный путь, как это сделать. Я думаю, что Борис Джонсон, исходя из такого понимания, что решение должно быть принято однозначно, без всяких там сомнений, что нельзя позволить Путину победить, это означает разрушение всей архитектуры вообще безопасности, это разрушение всего миропорядка, который был установлен после Второй мировой войны. Поэтому здесь совершенно очевидны глобальные политические вопросы, глобальные вопросы безопасности, всемирной безопасности. И исходя с этого, он прав высказывает такие вещи. Но видите, тот же Борис Джонсон сказал мне, что мне осточертело уже, сказал он, когда на Западе говорят, что мы будем с Украиной столько, сколько потребуется. Хватит, надо быстро брать быка за рога, заканчивать эту войну победой Украины. Не кажется ли вам, что это такая общая мысль Запада, объединенного Запада, что сколько можно, хватит заканчивать и заканчивать нужно на наших условиях? Ну, мне кажется, что это совершенно, эти заглянания, они были правильно делались, регулярно повторялись. Без этого нельзя. Но это расчет в том числе и на психологическое давление на Путина и его окружение, о том, что Запад не отступит и то, что Путину, как он выражается, не удастся их пережать. И поэтому даже вот эта вот трехлетняя война уже показывает, что несмотря на то, что Путин перевел всю экономику на военные рейсы, с учетом тех больших, большого притока иностранной валюты и доходов в связи с этим, которые получала Россия, тем не менее, сегодня ситуация напряженная и она внутри страны растет. Из-за растущей галлопирующей, ну, пока еще не галлопирующей, но обуздать ее пока Центральные банки и Минфин не могут. Поэтому ситуация напрягается. Она не критическая сегодня, но если сейчас, как я сказал, будет увеличена поддержка Украины и финансовая, и военная, то ситуация будет развиваться очень быстро. Даже я напомню, что, например, в прошлом, в 2023 году, как только был введен потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель, и при общей цене, которая была на рынке 85, по-моему, или даже в этом районе, то сразу после введения этого в первом квартале доходы путинского бюджета упали почти в два раза, доходы от нефти и газа. И это была большая проблема. Пришлось девальвировать валюту в августе месяца, там, 60 до 100 рублей за один доллар, с тем, чтобы как-то сбалансировать бюджет. Поэтому ситуация здесь очень чувствительная, она очень хрупкая. И сейчас вторичные санкции по нефти начали работать, и там ловят эти, так сказать, серые корабли, где-то там ловят их, эти фирмы, поэтому ситуация такая, что сейчас нефть стоит 70, это бренд, значит, российская нефть меньше 60, бюджет России по 70 сформирован, значит, уже накапливается дефицит. А если цена дальше будет падать, и если в Америке новый президент примет решение о расконсервации ресурсов, и цена упадет до ниже 60, я имею в виду международный бренд, российская, значит, еще ниже, то это будет катастрофа. Поскольку даже при 60 и при 60 в прошлом году, цене 60 долларов за баррель, российская нефть продавалась по 40-43, а это уже беда, катастрофа для бюджета. Поэтому очень хрупкая позиция. Поэтому здесь несколько факторов совместить вместе, и цель победы Украины может быть достигнута в короткие несколько месяцев, ну, в течение года. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. В свое время Горбачев и Шеварднадзе рассказывали мне, как началась перестройка демократии, гласность, демократизация и гласность в Советском Союзе. Президент Рейган просто обрубил цены на нефть до неприличного показателя. И все, сказал Шеварднадзе. И тогда мы с Михаилом Сергеевичем объявили гласность перестройку демократии. Демократизация. То есть оказывается все очень просто. Есть у тебя деньги на войну, ты воюешь. Нет у тебя денег на войну, ты объявляешь перестройку, перезагрузку и так далее. В состоянии ли, на ваш взгляд, объединенный Запад мгновенно принять решение и просто обрушить цены на нефть? Ну, я думаю, так никто делать не будет, поскольку никто не хочет каких-то катаклизмов, никто не хочет всплеска инфляции, не контролировать на вещей. То, что было в недалеком совсем будущем, здесь в Европе, инфляция была по 15-20, здесь в Латвии была самая большая, в Латвии, по-моему, и в Литве были по 20% инфляции. Поэтому это очень такое неприятное состояние. Из-за этого выходить очень долго. Инфляция это не просто сегодня есть, завтра нет. Это несколько месяцев или больше года потребуется для стабилизации. Поэтому таких решений принимать никто не будет. Но плавно это сделать, это можно, это будет, будет так, это возможно, так это будет делаться. Там несколько фактов, не одна отцеломная нефть. Но я хочу вам сказать, что, конечно, Горбачев начал перестройку не в связи с тем, что цены обрушились, в связи с тем, что он видел, что система советская, тоталитарная система уже больше не может работать, и нужно ее обновление. У него было свое представление, так сказать, половинчатые решения, поэтому пришли к кризису. Но то, что он хотел поменять ситуацию и делать реальную демократизацию, и дать больше свободы, но не до конца, но под руководством Компартии. Но это отдельная тема, значит, историческая, сейчас мы сегодня не будем его. Но это да, в тот период времени так получилось, что действительно, экономика Советского Союза была в ужасном состоянии, когда уже в 91-м году, в 92-м году уже кормить людей было нечем. Михаил Михайлович, скажите, вот вы же помните наверняка Советский Союз, счеты эти стоящие в каждом гастрономе, отсутствие диджитализации и так далее, всех благ, которые сегодня просто подарил всему миру просвещенный Запад. Как вы думаете, у Запада не может возникнуть такого желания просто обрубить России всю компьютеризацию, все базы, все цифровые технологии, ну, чтобы страна в раз погрузилась в 20-й век или в 19-й, и жила так, как на своем импортозамещении, чтобы появились опять счеты в магазинах, чтобы не было единых каких-то реестров и так далее. Вот было бы весело, тогда, я думаю, война закончилась бы за день, а может за полдня. Нет, так было не закончилось, поскольку это не те кнопки, на которые надо нажимать, и поэтому Запады прекрасно понимают, и поэтому сегодня нет эмбарго на торговлю с Россией. Есть санкции против конкретных предприятий, конкретных людей, и есть ограничения по поставкам конкретных товаров. Товары обычные, которые люди потребляют, могут поставляться, и они поставляются. Просто многие западные компании по своей инициативе это не делают, в связи с тем, что понимают, что они ведут, значит, с диктаторским режимом ведут такую торговлю. Но запрета такого нет. Запрет есть на конкретные товары. Перечник товаров будет утвержден и Еврокомиссией, и правительствами США, Канадой, Японии и так далее. Поэтому Запад понимает, он не хочет, чтобы простые граждане страдали, но Путин в рамках своей логики переносит все страдания, естественно, на российский народ. Это выражается и в инфляции, это выражается и в мобилизации, гибели тысяч людей, которые не сами понимают, за что. Есть, конечно, убежденные, так сказать, отравленные путинской пропагандой люди, но тем не менее, это граждане, которые не они принимают решение, воевать или не воевать, начинать войну или нет. Даже руководители, или, скажем так, большая группа, относящаяся к руководству страны, не принимала решения и не желала начинать войну. Путин решил и у них не спрашивал. И они, конечно, все хотят, я уверен в этом, сколько знаю, все хотят прекращения войны, чтобы завершить все это дело. Все понимают, что это катастрофа, которую Путин развязал и завершить ее не может. Поэтому западное решение о наказании всех, я думаю, оно не будет. Я считаю, что оно было бы неправильно, если это так оно заставилось. Да, российский народ несет ответственность за то, что он допустил правление этого человека, который, так сказать, творит эти вещи, разрушая все и вся вокруг себя. Главное, не вокруг себя, а в соседней стране. Значит, конечно, российский народ за это отвечает, что не участвовал в выборах, как надо было бы, не требовало честности, не требовало прозрачности, значит, закрывало глаза, значит, да, поскольку... То есть народ несет ответственность? Несет ответственность, конечно. Народ не виновен, но он несет ответственность. Виновны те, кто совершил преступление конкретное. Те будут преданы суду, безусловно, я уверен в этом. А народ российский как вообще, который закрывал глаза, потому что трудно себе представить, трудно себе признать, что моя страна просто убивает тысячи неповинных людей, значит, каждый день и так далее. Просто люди, такой у них, наверное, когнитивный диссонанс такой происходит. Они просто решают, ну, не связываться с этим. Закрывают глаза, значит, и лучше считать, что не знаю, что там где-то идет, не мое дело и так далее. Большинство именно так выживает. Поэтому психологически это для всех трудно. И думаю, что пойдет большое время для того, чтобы это можно было все переосмыслить гражданами, что делает путинский режим и как они допустили это. Михаил Михайлович, а вы верите в будущее коллективное покаяние российского народа, в его моральную, осознание моральной ответственности за эту страшную войну? Я, первое, что я хотел бы, чтобы это было, второе, хочу верить, что такое дадут. Это не будет сразу, безусловно, потому что, как я уже отметил, Путин уже отравил два поколения людей, значит, и просто пропаганды просто, значит, ну, продолжают, продолжают просто, ну, портить, растаптывать, ну, уничтожать, значит, здравый смысл вообще в обществе. Поэтому, конечно, сегодня ситуация тяжелейшая. И исправить это, довести людей до осознания полного и покаяния, это нужно же все это рассказать, нужно все это показать, нужно все это доказать, чтобы люди в это поверили, а не просто вы увидите две картинки, там, три выражения, значит, это сложный процесс. Ну, тут многие скажут, историки об особенности, например, Германия, как это делалось, что это не в один год уже произошло. Значит, поэтому в России тоже это будет сложный путь. Но я хочу верить и верю, что это можно достичь. Вы четыре года были премьер-министром России, вы работали с Путиным, вы прекрасно понимаете внутренние механизмы, царящие в путинском окружении. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, окружение Путина в массе своей понимает, куда они влипли или они еще на что-то надеются? Понимают, это точно понимают. В массе, как вы правильно сказали, в массе, и понимают средний уровень бюрократии, значит, да, все понимают, куда они влипли. Их никто об этом не спрашивал, их вся жизнь, значит, построена, или их представление о своей будущей жизни и своих детей полностью перечеркнуто. Поэтому, безусловно, они прекрасно понимают. Если им дать понять, что они не будут сидеть в тюрьме, а многим из них не лучше сидеть в тюрьме, как я сказал, они ответственны, значит, но невиновны, они не совершали конкретных преступлений. Они косвенно содействовали, за это несут ответственность, значит, да. Поэтому я говорю, что при изменении ситуации или при исчезновении Путина вдруг, значит, ситуация будет очень быстро меняться. Ситуация может поменяться, если Украина защитит себя, то есть защитит свою независимость и восстановит свою территориальную целостность. Ситуация будет меняться очень быстро. Путин окажется просто, что он побежденный и вообще не способный решить вопросы, которые он поставил и обосновывал в течение, там, 10 лет, как это важно и вообще, что это такое. Значит, начиная с аннексии Крыма, начиная даже с агрессии против Грузии и аннексии Крыма, значит, за эти 10 лет, значит, что он натворил. Оказывается, что это ноль, просто растратил все ресурсы, убивал тысячи людей и привел к тому, что еще народ оказывается побежденным и отвечает за все и все. Вы сейчас два слова упомянули, исчезновение Путина. А как вы себе представляете возможные варианты исчезновения Путина? Ну, я не буду, конечно, придумывать, что это может быть, но... Ну, это может быть. В жизни разные, конечно, случаи, но, безусловно, значит, Путин, пусть еще не очень старый, но не молодой человек, значит, скажем так, по-разному это все может быть, особенно в авторитарных режимах ситуация меняется быстро, только раз, и исчез, значит. Можно вспомнить даже из российской истории, значит, Александр I, значит, вот сразу раз, в 1825 году, раз и исчез. Как? Все похоронили его, потом, оказывается, похоронили умершего солдата, а он исчез, значит, да, там где-то был каким-то там, значит, ходил церковником, значит, по сибирским селам, значит, да, а супруга царица оказалась в Париже, значит, да, ну, бывает всяко, значит, там, да, поэтому я не знаю, что такое чудо предсказывать. Я не социолог и не хочу даже в этом вешиваться, значит, в эти процессы, значит, но я такого не исключаю, потому что жизнь, она очень многогранная, и она меняется очень часто. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. У вас нет такого ощущения, что, чтобы не навлекать на свои головы гнев царя, приближенные Путина не докладывают ему правды о происходящем на фронтах и вообще о ситуации в мире. А он же компьютерами не пользуется, он в интернет зайти не может. Ну, я думаю, что военные именно так и грешат этим. Так это всегда было, поскольку у них большая боязнь за неправильные доклады, или там что-то, ситуации там и так далее. Я думаю, там это происходит. В отношении общей ситуации, я имею в виду в мире, общеполитической ситуации, всего этого анализа. Но я думаю, что все-таки ему докладывают. Конечно, с угла точки зрения, выгодный Путину, но я думаю, что правду они не скрывают. Это было бы в нашем мире это недопустимо, поскольку Путина много источников, где он может черпать информацию. Не обязательно саму смотреть в компьютер, значит. Но спросил у одного, спросил у другого, у третьего. Это все должно работать, поэтому я не думаю, что скрывает правду. Ее могут интерпретировать иначе, в лучшую сторону, или смягчать ее. Но остается фактом, что он в курсе. Он не оторван от жизни человека. Видно по нему, что он в нормальной психологической форме, значит, на настоящий момент. По-вашему, предстоящие президентские выборы в США Главное поворотное событие для будущего войны. Да, это сейчас правильный перевод в преддверии голосования. Но и потом, безусловно, я думаю, что сразу после дня голосования, в начале ноября, будет избранный президент, еще до вступления в должность, объявит, скажут разные, объявят позиции по своим самым насущным делам. По вопросам миграции в США, по экономическим вопросам, но и, безусловно, в отношении Украины, в отношении путинской агрессии. Я думаю, будут такие заявления, тогда станет ясно. И тогда уже все планы можно выстраивать. План Зеленского будет работать, или какой-то иной план, запасной вариант. Значит, вот тогда нужно уже выстраивать. Я думаю, что и тут же немецкие консерваторы, которые сейчас лидируют в вопросах, также возьмут, а они очень, скажу так, эта группа политическая в Германии очень склонна к серьезной поддержке Украины, то сразу же начнутся изменения. Я думаю, как только в Америке будет объявлена новым президентом такая линия на победу Украины, на большую поддержку со стороны США, и в Германии вся предвыборная кампания, это будет часть этой предвыборной кампании, так же, я думаю, что сразу начнутся выстраивания новых планов. И сразу же Украина может почувствовать, какой план реализации победного, победного плана, какой из них может быть принят к исполнению. Это очень важный период. Поэтому сейчас, вот до конца года, действительно, действительно, такой ключевой момент, когда понимание должно прийти. Я вас попрошу поправить меня там, где я буду неточен. Я сейчас остановился бы на позициях Харрис и Трампа по Украине. Значит, те, кто знают Харрис, говорят, что в худшем случае она будет повторять по отношению к Украине политику Байдена, то есть медленный темп такой, да, помогаем, но задерживаем и так далее, затягиваем. В лучшем случае она будет более решительной, чем Байдена. Что касается Трампа. Вот здесь ситуация какая-то неординарная. Значит, с одной стороны, Вэнс, кандидат в госсекретарии, говорит о том, что да нет, Украина там, где сейчас остановилась Россия, там будет Россия. Где Украина, там будет Украина. Никакого НАТО и вообще санкции снимем с России. А с другой стороны, я встречался на прошлой неделе с бывшим госсекретарем США при Трампе и бывшим директором ЦРУ и другом Трампа Майком Помпео. И Помпео мне сказал, что вы даже не переживайте. Трамп энергично, если придет к власти, тут же наведет порядок. И сам Трамп говорит о том, что мне достаточно 24 часов для того, чтобы призвать Путина к порядку. Мы великая страна и так далее. Что вы думаете, что будет делать в случае победы Харрис и что будет делать в случае победы Трампа? Ну, по поводу Харрис и ее видения, я с вами согласен. Это два пути. Как вы правильно сказали, это придерживаться той же линии, которую проводил президент и проводит президент Байден, или сделать более энергичную поддержку. Поэтому здесь более-менее предсказуемо все. Что в отношении Трампа? У меня тоже самый вопрос существует. Когда он делает эти популистские заявления о том, что сейчас я принудим, что Украина должна понять, что Россия – это большая страна, и никогда победить невозможно. И там разные другие. И Венс, который будет в этом случае вице-президентом делать еще более жесткие заявления. Он, по-моему, и для этого и назначен во время предвыборной кампании, чтобы немножко смягчить риторику Трампа, чтобы не отобить людей. А все это переключить на Венса. Но совершенно правильно то, что вы говорите. Этот план, который существует в МП, который и другие тоже республиканцы обсуждают, он совершенно реалистичный. Совершенно реалистичный, включающий расконсервирование запасов углеводородов, включающий увеличение поставок в Европу всех энергоресурсов. То, что нужно заместить российскую нефть. И сейчас пошли разговоры, вот уже вчера, позавчера, об увеличении санкций по российской нефти. Это означает, что люди уже видят, что есть источники замещения. До этого российскую нефть не трогали, потому что никто не хочет взорвать рынок. Где взять альтернативу? И в этой программе не Трампа, но его сторонников, которые, возможно, могут оказаться в его администрации, это как раз есть. Это очень важный инструмент, то, чего мы с вами начали этот разговор сегодня в отношении экономического давления на путинский режим. Поэтому это как вариант, он очень позитивный. Но, не знаю, мне с трудом верится в последовательность действий Трампа, поскольку я помню его действия в первом срока. Но, если так сложится, то хорошо, украина, значит, будет неплохо. Это еще будет какая-то линия преодоления всех этих проблем. О войне сегодня рассуждают сотни тысяч экспертов. Но есть всего несколько человек, которые работали с Путиным в качестве премьер-министра. И вы первый из них. Я чисто гипотетически предложу вам сейчас представить себя в роли действующего премьера России. И представить, что именно вы представляете Россию на мирных переговорах с Украиной в присутствии Запада и Китая. Как бы вы, исходя из того, что вы премьер-министр России, болеете за свою страну, какой бы она ни была, тем не менее, где бы вы нашли ту точку компромисса на мирных переговорах, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ну, Дмитрий, я бы не оказался в такой, не могу оказаться в такой позиции, но совершенно понятно, что безоговорочный вывод войск со всех территорий, полностью, деоккупация, это первое условие, которое должно быть исполнено. Ну, и второе, безусловно, это налаживание отношений, налаживание отношений с Украиной, это переговоры с Украиной, какие условия доставлять, значит, да, это переговоры с Западом, безусловно, это очень непростой и сложный процесс, но факт того, что Россия должна полностью освободить территорию Украины и прогласить, переподтвердить признание территориальной целостности и независимости, это так, снять какие-то ограничения на вступление в любые союзы, в любые союзы, это право украинского народа, это должна быть декларация правительства России будущего о том сразу, что Украина вольна, делай все, что она хочет, вступать в ЕС, вступать в НАТО, там куда-то еще и так далее, это ее суверенный право, это основа всего этого дела. Ну а дальше уже вопросы, так сказать, мучительные, технические, что и как, значит, как наложим мирную жизнь. Но вы же согласны с тем, что если Путин только заявит о том, что он уходит с территории Украины, для него это политическое самоубийство, это физическая смерть? Ну я поэтому вам и говорю, когда вы говорите, что такое исчезновение Путина, я вам говорю, что факт его глобального поражения как он сам выражается, стратегического поражения в Украине, то этот факт является триггером для серьезных изменений. Что он будет делать сам физически, куда он там исчезнет или что, это я не знаю, я не хочу в этом гадать. Но это, это Россия всего лишь зависит, и будущее, позитивное будущее России зависит от победы Украины. Это так. Опять-таки попрошу вас поправить меня, если я сейчас что-то скажу не так. Мне кажется, что если будет исчезновение Путина, о котором мы говорим, любой, кто временно окажется вместо него, от Патрушева или Нарышкина, до, я не знаю, кого угодно, Мишустина или Собянина, или полудурашного Медведева, любой, зная хорошо историю России, любой скажет Западу, друзья, мы же не знали, что происходит. Да это все он, это он нас туда втянул. Да мы же хотели и хотим дружить, давайте все делать как раньше, что нужно? Выйти из Украины, мы готовы, снимайте санкции, перезагрузка, и все будет как раньше, все же было так хорошо. Да или нет? Вы утрируете, но общий смысл права. Вы правильно говорите, так это и будет, да. Любой человек, который будет после Путина, это будет больше шансов, на позитивные изменения. Любой человек начнет, или группа людей, начнут искать те пути улучшения отношений с Западом, глобальным Западом прежде всего. Так это в истории это было. Когда еще хранили Сталина, уже во время похорон, уже Хрущев с Маленком сказали, что давайте заканчивать войну в Корее. И через три месяца война закончилась. Начали переговоры с США и с другими странами о улучшении отношений. Так и будет сейчас. Никто не хочет продолжать эту конфронтацию, понимая, что она ни к чему не ведет, и она вообще бессмысленная и ничем не обоснованная. Можно себе воображать, так сказать, величие и так далее, утраченные территории, утраченные величия, но это просто, так сказать, люди, которые, так сказать, немножко, скажем так, поглубели, значит, и уже забыли, что они живут в 21 веке. Поэтому это так, это так. Михаил Михайлович, ну, величие, страна, которая называет себя великой и не производит при этом фактически ничего, ни гвоздей, ни спичек, не может выпустить самолеты нормальные, без западных запчастей, деталей, без западных станков, без западных комплектующих. Я видел недавно сюжет, просто потрясающе. Выпустили новую Ниву, старую новую Ниву, конечно, и переключатель передач упирается просто в панель. То есть это фантастик. Я видел, я тоже видел, но я не согласен с вашим высказанием. Это же приговор, это же приговор вообще. Вопрос в том, что действительно, действительно, проблемы огромные были, и если сегодня они еще больше, значит, в российской промышленности, так сказать, вообще в стране, это так. Но при этом хочу привести пример, что, не пример, а сказать, что в любой стране вообще международная кооперация, международная торговля существует, и комплектующие собираются из разных стран. Если страны между собой живут нормальным состоянием, в мире и в дружбе, и торгуют между собой, то разделение труда – это важный фактор снижения себестоимости, снижения цен для потребителей товаров. Поэтому Россия к этому стремилась. Путин отказался в том пути. И поэтому идет в пути, как у правильного, значит, еще, слава богу, не называй, давайте госплан восстановим, значит, и будем планировать, сколько гвоздей и спичек, как вы говорите, выпустить, значит. Но это все выпускается. Другое дело, что качество товаров для потребителя простого, как мало в Советском Союзе было, так и в России оказалось, что… Простите, а как выпускается? Матвиенко недавно, во время заседания Совета Федерации, говорит, у нас же даже гвозди не делают, одни китайские гвозди. Что происходит? Разделение труда. Разделение труда. Но, Дмитрий, это вопрос, вопрос, вопрос будущего, он решаемый, этот вопрос, это вопрос решаемый. При правильной, при правильной общей политике, при правильной экономической политике это все решается. Потенциал у России большой. Вопрос в одном, что люди с такими агрессивными состояниями, значит, мышления, не могут быть у власти. Люди, которые обучались в спецслужбах и которые готовили закрывать глаза на убийства или их совершать и какие-то еще вещи делать ради того, что они должны получить, исполнить приказ, эти люди не наделены возможностью глобального мышления о человеческих судьбах. И они нетолерантны к людям. Их вот этому обучали, быть хладнокровными и жесткими. Поэтому эти люди, по определению, не могут быть у власти, поскольку они не способны формировать человеческое или позитивное отношение к человеку и строить всю политику, связанную с ними, с людьми. Это все понимают в западных странах. В России произошла ошибка историческая, значит, но мы видим, к чему она привела. К сожалению, проблемы глобальные, проблемы большие. И от них очень непросто будет из них избавиться. Мне очень нравится, когда очередному эксперту, который не то что с Путиным не работал, но вообще не видел глаза никогда, задают журналистам вопросы. Вот что сейчас Путин думает? А вот как Путин сейчас себя чувствует? И так далее. Люди рассуждают о Путине, которого никогда не знали, не видели. Вы с Путиным работали четыре года в качестве премьер-министра. Вы Путина наверняка знаете хорошо. До того Путина, который изменился наверняка. Тем не менее. Как вам кажется, что он сейчас думает? О чем он сейчас думает? Как он надеется выйти из этой ситуации? Ведь он не может не понимать, что ситуация в тупике. Я думаю, он понимает, что в тупике. Он понимает, что не сегодня, но в ближайшее время, через год, через два максимума, это будет катастрофа. Поэтому он очень хочет переговоров. Поэтому он хочет каких-то закулисных сигналов, каких-то подач, какие-то компромиссы. Конечно, он не хочет продавать всю территорию, особенно, Крым. Да. Но если говорить о Донбассе, я считал, что Донбасс он просто для размена в то время оккупировал, в 2014 году. А сейчас уже, конечно, коридор для него будет важен. То есть, отрезать это зол окончательно от того, что сейчас оккупирована территория. Я думаю, что это для него было бы идеальный компромисс, с которым он согласился бы. Конечно, для него тяжело будет изменить вновь конституцию, поэтому нужно ему оставить, чтобы было кусочек Херсонской, кусочек Донецкой, Луганской, кусочек Допорожской области, чтобы они присутствовали, чтобы и конституцию не менять вновь. Но вот это для него было бы идеально. Пусть это не будет не полностью, но какие-то кусочки присутствуют. И Украина в НАТО, даже с этим он смирится? Я думаю, что с этим он не захочет смириться, поскольку это придуманный вот этот фетиш, что именно является цель. На самом деле, ему пофигу, скажем так. Финляндия в НАТО. Финляндия под носом. Я вот, пожалуйста, в Эстонии, Латвии, Литва в НАТО, и ничего страшного в этом нет. Поэтому это чисто эмоциональное прикрытие вообще всей его агрессии. Поэтому на этом будет настаивать. Но я думаю, что теоретически на Украину такое давление может быть оказано с стороны Запада, если то, что в плане Зеленского сегодняшнем есть, если будет специальное соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Но может, не натовское, но какое-то другое, похожее на это. Поэтому есть какие-то, есть такие, скажем, карты и возможности, планы, наброски по каким-то компромиссам, которые бы устраивал. Но опять-таки, значит, Путин хочет же, чтобы все это преподнести с победой у себя, чтобы сохраниться, чтобы сохранить власть и демонстрировать народу. Я воевал, воевал, я уже говорил, что я пережму этот весь Запад, все это НАТО, значит, и вот я его пережал. Мы добились всего там, что есть. И поэтому внутри, с учетом эффективной, очень циничной, эффективной пропаганды, это будет действительно продано большинству населения, как победа, скажут, ура, война закончилась. Но нужно смотреть, где интересы Украины, как они защищены, это вопрос переговоров. Вы спрашиваете у меня, как это было бы, я вам говорю, вывод всех войск, значит, и восстановление полной территориальной целостности Украины. Путин, это другое, при нем это не будет такого компромисса. Михаил Михайлович, я не могу вас не спросить о конфликте в рядах российской оппозиции с взаимными обвинениями, оскорблениями и так далее между Певчих с одной стороны и Невзлиным и Хардаковским с другой. Где там правда на ваш взгляд? Я не знаю, где права, но прежде всего сказать, что Леонид Невзлиным, он это не оппозиция, он не в рамках политической конструкции, значит, но то, что обвинение высказывается в отношении Михаила Кондарковского, мне кажется, что это, ну, пока они голословные. Голословные? Голословные, но пока из того, что мы видим, значит, это голословное обвинение, поэтому это выглядит очень неприятно, считаю, что это неправильный вход. Значит, конечно, когда люди находятся под угрозой того, что они могут быть избиты или убиты, конечно, у них право публично все делать, но защищать себя в том, что это публично, и поэтому то, что ребята из ФБК это делают, тем самым защищая себя публично от таких, каких-то нападок, но голословное обвинение, значит, на, так сказать, соратников по оппозиционному фронту, это, мне кажется, что это перебор. Но дай бог, что там полиция в Литве и в Польше ведут расследование, что они разберутся с этим делом и все это обстановится. Я напоследок задам вам несколько очень коротких таких лиц вопросов, и если сможете, ответьте на них, пожалуйста. На ваш взгляд, вот исходя из сегодняшнего дня, сегодня у нас 23, да, 23 сентября, кто станет президентом Соединенных Штатов, Харрис или Трамп? Трамп? Ну, по догаданиям на кофейной гуще я же не знаю, значит, знаете, как поведутся граждане в одном штате или другом, а там тем более сложная система выборов, да, поэтому ответить не могу. Мне кажется, что сегодня эта ситуация 50 на 50, поэтому, дай бог, что, значит, там все пройдет, все побежденные или проигравшие кандидаты не будут устраивать, значит, каких-то там всплесков внутриполитических, тем более конфликтов каких-то, но поэтому мне как бы, ну, не скажу, что мне все равно, но мне кажется, что ситуация выглядит 50 на 50. В течение, давайте скажем, ближайшего года исчезновения Путина возможно? Думаю, что нет. Ближайшего года нет, но чуть больше возможно. В течение ближайших трех месяцев, давайте возьмем октябрь, ноябрь, декабрь. Победа Украины возможно? Окончание войны возможно? В течение трех месяцев нет. Да. Нет, невозможно. В течение трех месяцев возможно понимание, что Украина будет выигрывать и у нее есть для этого все ресурсы. А выиграть нас может через год. А окончание горячей фазы войны возможно в течение трех месяцев? Нет, невозможно. Невозможно? Нет. Опять-таки, горячая фаза это половина пути по окончанию окончания войны. Поэтому я думаю, что это год, предстоящий год. Сейчас ожидаем мы, как мы уже с вами это обсудили, в течение трех месяцев понимание, что решение западом, коллективным западом принято, что Украина должна победить. Больше так уже хватит говорить, будет поддерживать столько, сколько надо будет, сколько там, пять лет, десять лет, что надо завершать это дело. Я думаю, что это понимание будет принято. Я в прошлом говорил, что я надеялся, что на саммите НАТО это произойдет, в Вашингтоне в июле. Этого не произошло. Надеюсь, что сейчас не произошло, потому что пять ключевых игроков, они не чувствуют, что они еще дальше будут. Поэтому выборы президента являются таким ключом к принятию решения. Но мне кажется, что вся политическая канва среди ведущих стран Запада уже подготовлена к этому. Поэтому я ожидаю, что это решение будет принято в течение трех месяцев. А реализация его, мне кажется, займет около года. Вы больше реалист, в чудеса не верите, да? Я, так сказать, в чудеса не верю, но мои, мне как кажется, реалистические и прагматические представления оказываются очень, так сказать, совсем такими, ну не наивными, но ухудшается ситуация или, так сказать, ускоряется гораздо быстрее, чем я предполагаю. Совсем уж напоследок. Вы можете себе представить, что однажды вы приедете в Москву, если не вернетесь в Москву, то хотя бы спокойно приедете и прогуляетесь по улицам Москвы? Ну, я верю, что я не только прогуляюсь, я вернусь, вернусь к свою родину, вернусь в Москву, домой, и будет страна вновь, вновь пересмотрит свое отношение ко всему происходившему, как мы с вами говорили, покаяться и так далее. И переподтвердить свое решение, я имею в виду, если российский народ или большинство его, строительство демократического государства вместо авторитарного, сегодня уже тоталитарного, вновь будет переподтверден. И, так сказать, я уверен, что мы до этого доживем. То есть, видите, несмотря на свой реализм, вы все-таки оптимист и верите в чудеса. Да, да, да. Ничего не чудеса. И это не чудеса, это цикл, который рано или поздно все равно произойдет, и мы по нему пойдем. Михаил Михайлович, спасибо вам большое. Да, с удовольствием, рад был. Спасибо. До свидания, счастливо.